В ответ можно совершить это преступление в отношении этих людей, понимаете? То есть ты можешь им ответить, тем, что они сделали тебе. Кто для тебя больший враг? Кадыров или путинская власть? С кем бы ты нашел общий язык, а с кем нет? Тумсо, а как ты понимаешь слова? Воюйте с ними так, как воюют с вами они, но не приступайте. Басаев эти слова как-то произнес в интервью с Бабицким. Я их понимаю так, как делали Тавсиры, ученые. Здесь как раз вопрос в том, что многие, к сожалению, те, кто приступают, они их неправильно поняли. Ведь в этом аяте ясно сказано, воюйте с ними так, как они воюют с вами. С ними. С кем? С теми, кто с вами воюет. И вот это вот очень важное правило. Воюют только с теми, кто с тобой воюет. Не воюют с мирными людьми, которые с тобой не воюют, с ними не воюют. Вот это очень важное непонимание многих, к сожалению, этого аята из Бурана. Нельзя, если с тобой воюют и совершают какое-то преступление, то в ответ можно совершить это преступление в отношении этих людей, понимаете? То есть ты можешь им ответить тем, что они сделали тебе, но ты не можешь пойти и совершенно ни в чем не повинным людям сделать какое-то зло и потом сказать, что я им вот этим вот товарищам ответил. Это не они тебе сделали. Это они, вот им ответь тем же самым, а они ни в чем не повинным людям. Зачем Эльдогану перемирие между РФ и Украиной? Зачем вообще всему миру сейчас нужен мир в Украине? Потому что война в Украине, она влияет на весь этот мир. Глобализация, которая происходила на протяжении почти века, она привела к тому, что вот такая вот ситуация, она выводит из привычного ритма весь этот мир. Она влияет на весь этот мир. Кто бы мог подумать, что война России и Украины приведет к голоду каких-то там африканских странах или на Ближнем Востоке? Наверное, какие-то вовлеченные в тему люди, эксперты какие-то могли еще это предположить, но в целом мы навряд ли вообще, когда эта история начиналась, мы не думали, что какие-то последствия коснутся африканских стран. Многие даже эксперты понятия не имели, насколько это отразится даже на жизни европейцев. Здесь тоже очень серьезно как бы происходят процессы такие, что там к зиме возможно будут какие-то трудности, то есть это и поставки газа, нефти, очень много в общем таких тем, на которые это все влияет. Первое время, когда началась война, здесь в Европе опустили магазины, пропало подсолнечное масло. Не было подсолнечного масла в супермаркетах. То есть мир, по крайней мере Европа внезапно осознала, среднестатистический житель Европы узнал, что оказывается практически все подсолнечное масло шло с Украины. И война эти поставки перебьет. То есть вот это вот, какой интерес, всему миру сейчас интересно, чтобы этой войны там не было. Чтобы нормально как бы дальше в условиях этой глобализации жить как обычно. То есть эти страны, их правительство, они какая-то концепция развития там, у них она долгоиграющая стратегия на 10 лет, на 5 лет. У них есть определенные планы. И мы же понимаем, что все эти планы сейчас пошли кое-куда из-за этой войны. Нужно все корректировать, переделывать. А Эрдоган, он видите, он стал такой ключевой фигурой в этой войне. Он такой ключевой посредник. С помощью Турции сегодня решаются глобальные вопросы вывоза зерна. То есть Эрдоган, он использует эту свою возможность. Но это очень важно. Многие бы хотели быть вот такими ключевыми фигурами в этих событиях. И на самом деле это такое стремление, к чему многие страны стремятся. И когда у тебя есть такая возможность, то конечно ты ее не упускаешь. И в этом смысле вот многие, например, в Украине или вообще как-то следящие за этой войной, имеющие правильные убеждения, то есть понимающие, что Россия агрессор, они хотят, чтобы Турция выступила, однозначно выступила на стороне Украины, ввела санкции против России, значит и все. Но по факту от этого не выиграет ни Украина, ни мир. То есть какая-то страна посредничающая, она нужна. И в этом смысле Турция, Эрдоган, он нужен. И его нужно как раз сохранить вот в этом контексте посредника. Благодаря этому посредничеству решаются сегодня глобальные вопросы. Кто для тебя больший враг? Кадыров или путинская власть? С кем бы ты нашел общий язык, а с кем нет? Во-первых, Кадыров это неотъемлемая часть путинской власти. Это неправильный поставленный вопрос. Здесь, наверное, правильнее было бы сказать, кто для тебя больше враг? Кадыров или Путин? Я считаю, что Кадырова, его вообще нужно обязательно, даже когда мы его упоминаем как врага, нужно приставку делать, что это предатель. Вот Путин, он враг. Понимаете, чем отличается предатель, враг-предатель от врага? Тем, что с врагом с ним договариваются, с ним ведут переговоры. Враг в какой-то момент может перестать быть врагом и стать даже твоим союзником, партнером. Примеров в этом мире просто полно. Даже здесь, в Европе, эти страны в недавнем прошлом были врагами друг к другу. Воевали, убивали, миллионами друг к другу. Убивали сегодня вообще союзники. Поэтому враг это такой человек или государство, или личность, группа, с которыми сегодня мы враждуем. Очень жестко враждуем. Но завтра мы можем прям очень сильно сблизиться. Простить друг другу все то, что было, или перешагнуть, и, значит, быть союзниками. А вот с предателями так нельзя. Это очень важное правило. Что бы ни случилось, с предателями ни переговоров не ведут. С ними не договариваются, с ними не союзничают. С ними даже после того, как с врагом у тебя все, допустим, наладилось, вот этот предатель, который перешел на его сторону, он все равно продолжает быть презренным предателем. В том же, 20 лет назад, олимпийский чемпион по вольной борьбе Сагит Муртазалии в ходе конфликта получил ножевое ранение, но в ответ вот этот историат Макарова и застрелил двух чеченцев. Твое мнение об этом. Этот конфликт же урегулировали. Его, по-моему, при последней части Кадырова они там как-то его урегулировали. Насколько мне известно, я могу какие-то подробности, конечно, не знать. Но, по крайней мере, так как вы там говорили, что этот вопрос решен. И за это очень благодарен был Сагит Муртазалиев Кадыров, что за то, что тот решил этот вопрос. Ну, то есть кровную месть как бы простили. То есть его простили, его обвязались его не убивать. Вот такая у меня была информация. Но, может быть, она либо не полностью соответствует действительности, либо вообще не соответствует. Может, это просто на время. Как-то сказали, окей, пока не будем. Не знаю, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok